Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Позора не случилось. Дети в школы и садики пойдут. Там энергетики передумали отключать свет. Расскажем почему. Меня зовут Александр Тимофеев и вот что еще Юг-Сибири покажет. Вы не даете выбор. Вот вы нам запустили этих Аэросити. Как хотите, так пользуйтесь. Жители Майна отказываются платить за вывоз мусора. Расскажем, можно ли так сделать. Как вы тут ходите? Вот так, хоть летай. Вот честно, слово. Кто придумал это, я не знаю. Мобильная группа расскажет, появится ли в Абакане новый тротуар. Выполнение каких обещаний ждете от губернатора? Никаких. Он не может ничего выполнить. Почему вы так думаете? Ну, потому что он разговаривать не умеет. Сто дней нового губернатора. Покажем, как Валентин Коновалов и его команда выполняют обещания. Все отлично. Даже есть силы вставать? Даже есть силы вставать. Пожарные бегают на скорость по самой длинной лестнице в Абакане. Покажем. Энергетики отменили отключение школ и детсадов республики. В войне Хакас Энерго и правительство перемирие. Чиновники отправили энергетикам гарантийное письмо, и в нем власти обязуются в 10-дневный срок оплатить долги за электроэнергию. Напомним, Хакас Энерго требовала рассчитаться за себя и дать гарантии за коммунальные предприятия, как договаривались ранее. Правительство прикрывать частников отказалось. Серый дом намекнул, что предписание об отключении похоже на шантаж, с целью поднять тариф на электричество. Спор накалялся, и сегодня без света должны были остаться десятки школ и детсадов Хакасии. Речь шла про Черногорский и Орджоникидзевский район. Сегодня из 22 школ и детских садов города угольщиков расплатились по долгам 12 организаций. Часть предоставила гарантийные письма. По Орджоникидзевскому району задолженность оплатили обе школы, которые планировалось обесточить. Гриб в Хакасии отступает. Об этом официально сообщил Роспотребнадзор. Количество заболевших снизилось на 28%. Напомним, в республике эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ гриппом был превышен в 2,5 раза. Школы были закрыты на карантин. Так все ученики Абакана на неделю отправились на незапланированные каникулы. В Черногорске пустовали классы целых 2,5 недели. В Бейском районе полторы. Отменены были и все массовые мероприятия. Сейчас, по данным Роспотребнадзора, на карантине находятся по одной школе в Усть-Абаканском и Орджоникидзевском районе, а также садик в Усть-Абакане. Сегодня санитарные врачи уточнили и данные по количеству заболевших. Диагноз грипп подтвердился у 252 человек. От гриппа в Хакасии умер 1 человек, от пневмонии 5. По словам республиканского Минздрава, все они были непривиты. В правительстве Хакасии новые назначения. Обрело своего руководителя Министерства имущественных и земельных отношений. Им стал Евгений Тарасов. 32 года, человек новый. Когда-то работал следователем по особо важным делам. В Министерстве национальной политики Хакасии без изменений этот пост по-прежнему будет занимать человек из команды Зимина, Михаил Побызаков. К новостям вернемся через полторы минуты и вот что покажем. Забор стоит. Дома нет никакого аквитации, там торчит. Это что такое? Жители Майна жалуются на работу главного мусорщика Хакасии. Расскажем, как разрешить споры. Минус 2,7 миллиарда за два месяца. То есть не за два, а даже за месяц. Правительство подводит первые итоги своей работы. Расскажем, как много правды в обещаниях новой команды. Габелленовая картина – оригинальный и современный подарок. Она прекрасно дополнит любой интерьер. Сделайте своему мужчине приятный сюрприз. Огромный выбор полезных подарков к 23 февраля вы найдете в торговом доме Илона. Термосы, инструменты, электрические шашлычницы и гриль, термоподы, машинки для стрижки, электробритвы и многое другое. Готовьтесь к празднику вместе с торговым домом Илона. Абакан, Тельмана, 72 и магазин «Тысяча мелочей», Ленина, 64. Средства гигиены, витамины, медицинские приборы. Аптека.ру Финальная распродажа шуб на выставке «Ангелина Сэм». Скидки до 50%. Рассрочка до 3 лет. С 21 по 26 февраля. Центр культуры «Победа». Разместите рекламу на телеканале СТС и ее гарантированно увидят зрители Юга Сибири. В эфире аналогового, кабельного, а теперь и бесплатного цифрового телевидения. Звоните 348-348. Единая рекламная служба Юг Сибири. Все просто и эффективно. Майна отказывается платить за мусор. Частники раньше справлялись с этим самостоятельно и теперь не понимают, зачем платить за услугу, которая им не нужна. Владельцы в частных домах сомневаются и в объемах услуг. Они точно знают, сколько выбрасывают и не готовы платить больше. Анастасия Тарбаева расскажет, а можно ли отказаться оплачивать квитанцию, а также как решать споры о цене. Вы не даете выбор. Вот вы нам запустили эти Аэросити. Как хотите, так пользуйтесь. Главное возмущение майна связано с тем, что им в обязательном порядке вменили тариф за вывоз ТБО. А большинство в поселке проживает в частных домах. По традиции, частники мусор всегда утилизировали сами. Так, по крайней мере, они говорят. Власти ставят вопрос под сомнение. Женщина говорит, что она не выбрасывает с 2017 года мусор. Но я не верю, что не выбрасывает с 2017 года мусор. Руководитель регионального оператора Аэросити-2000 Владимир Кыров, как и мэр Сыногорска, просит присутствующих поменять хозяйственные привычки. Вариантов нет. Вы должны понимать, что сейчас бессмысленно куда-то выбрасывать в огород, за огород или еще куда-то. Есть услуга. Пожалуйста, ей пользуйтесь. Совсем отказаться от вывоза мусора не получится. Даже если кто-то по старинке намерен вывозить мусор на полигон сам, платить все равно придется. Живешь, значит мусоришь, а значит платить обязан. Так прописано в жилищном кодексе. Майнцев волнует и другой вопрос. Откуда Аэросити взяли месячные объемы отходов на человека? У собственников индивидуальных домов свои подсчеты. В частном секторе, когда живешь, 150 литров на человека, ну нет у меня. Вот я, например, вывозил личный мусор, когда не было этой компании, вывозил личный мусор. У меня получалось три раза. Я за год вывозил где-то по 200 литров. Один раз, второй и третий раз по 200 литров. Получается, у нас четверо человек. И получалось, что за четыре месяца 200 литров только набирается. Куда деваться? Придется согласиться. Я с тем, что люди, конечно, прекратили бы мусорить. Это было бы замечательно. Но так вот тарифы завышены, мне кажется. Волнуют людей и другие вопросы. Почему мусорка приходит в поселок только раз в неделю? Как быть с оплатой за прописанных, но не проживающих в домах родственников? Люди считают, что оператор делает много ошибок при начислении оплаты за вывоз мусора. Я считаю, что мусор у каждого есть. И действительно надо платить. Но, вот сейчас задали вопрос. Забор стоит, дома нет никакого, аквитация там торчит. Это что такое? Вот это мне непонятно. Если кто-то с начислением не согласен, говорит руководитель Аэросити-2000, то может обратиться в поселковый совет. Например, принести справку с места учебы студента, который учится и живет в другом городе. Тогда сумма в расчетке будет пересмотрена. Анастасия Торбаева, Дмитрий Чернаусов, Новости, 7-й телеканал. Абаганские коммунальщики завершают уборку ледяных городов. А еще мобильная группа расскажет и покажет в городе такое место, где целая полоса препятствий перед остановкой. Здравствуйте, я Артем Михалков, за камерой Василий Самоделкин. И начинаю свое мобильное дежурство на улице Гагарина. Здесь проблема вот какая. Тротуар есть, и вроде бы все хорошо, можно ходить. Но чего-то не хватает. А вот чего, мы узнаем у героини нашего эпизода. К сожалению, по состоянию здоровья она выйти на улицу не может. Поэтому мы пойдем к ней. Ни одной балочки нет. Абсолютно. Идут и идут люди на базу, особенно в выходные. Да и в годные, старые в основном, с этими сумками. Тащутся, не присесть. В плане мэрии стоит реконструкция проезжей части, а также обустройство пешеходных переходов и остановочных карманов. А вот что касается лавочек, то мэрия не планирует ставить здесь дополнительно вдоль пешеходной дорожки. Но лавочки будут на остановочных пунктах обновленных. Так что людям пенсионного возраста, ну кому тяжело далеко ходить, могут спокойно останавливаться и отдыхать на этих самых остановках. А сейчас мы приехали на улицу Крылова, рядом с перекрестком с улицей Ерыгина. Здесь вот по такой непонятной тропинке я иду не случайно. Дело в том, что здесь просто негде ходить. Видите, вот тут снег остался, сейчас тем более начал таять грязь. А рядом остановка, люди ездят, кто куда, кто на работу, кто по делам. Как вы тут ходите? Вот так, хоть летай. Вот честно, кто придумал это, я не знаю. В инвестиционной нашей программе отсутствует этот участок, но такие заявления были, мы их прорабатываем. И, скорее всего, во втором полугодии будут уже просматриваться варианты, например, когда пройдут уже определенные торги на какие-то работы, высвободится там экономия, и будут уже просматриваться еще варианты выполнения какого-то благоустройства. В общем, по словам главного архитектора Абакана Светланы Крыловой, в конце года здесь уже появится нормальный тротуар, и людям не придется думать, как же добраться до остановки. Ну и напоследок мы заглянули в Черногорский парк. Здесь парковое хозяйство продолжает разбирать новогоднюю елку. Кстати, не стало и ледового городка. Так что с новогодним настроением можно попрощаться. Когда это все начнет? Ну, примерно, подготовка у нас здесь. Подготовка, можно сказать, уже началась. Это, значит, весь лед мы убираем. Сегодня, значит, все убираем. Следующая неделя, значит, подготовливаем всю территорию, убираем все это дело. Значит, под Масленицу, да, установка площадки 9 квадратных метров, 3 на 3 она размером, да. И так называемый Масленичный столб, который у нас в этом году находится немножко в другом месте. Ну, а для тех, кто не знает или вдруг забыл, я напомню, что Масленичная неделя начинается с 4 марта по 10-е. Так что готовьтесь поедать блины и провожать зиму. А на этом мы с дежурством заканчиваем. Делитесь своими новостями по телефону 222-700, пишите на сайт ctv7.ru, а еще пишите вайвер, ватсап и телеграм по номеру 8923-020-7700. Завтра, 23 февраля, Валентин Коновалов отметит свои первые 100 дней на посту главы Хакассии. А это повод подвести промежуточные итоги работы и представить свой план развития региона на ближайшие годы. В своем инстаграме Коновалов пообещал сделать это в начале следующей недели. Обещаний было много, и сегодня мы вспомнили те, для выполнения которых трех месяцев с небольшим было достаточно. Как вы набили, Виктор Михайлович, порядок мы уже видим. Ну, дайте я уже наконец-то... Должна же быть альтернатива. Люди хотят видеть альтернативу, давайте я ее представлю. О том, как хорошо заживет Хакассия, Валентин Коновалов во время своей предвыборной кампании говорил много по разным каналам. Конечно, не все обещания можно выполнить сию секунду, но для некоторых ста дней работы более чем достаточно. Власть должна быть открыта для народа. То есть вот сегодня, например, Виктор Михайлович, одна из основных претензий к вам, что вы действительно закрыты от народа. Я думаю, вы это признаете. То есть охрана в правительстве, пропускной режим... Это режимный объект. При Смирнове там том же, даже при Лебеде такого не было. Люди проходили, спокойно могли попасть на приемы. Я думаю, вот в лучших традициях мы это возродим. А получилось в лучших традициях экс-губернатора Виктора Зимина. Пункт охраны никуда из правительства не исчез. Охранник тоже на месте. И турникеты. Пройти через них просто так вы не сможете. Только по пропуску. И он есть только у работников серого дома. А в кабинет самого главы, вот эта красивая дверь, вообще нужен отдельный допуск. И он есть даже не у всех работников самого правительства. И вот еще вопросы соцсети. Когда вы поедете по деревням и как записаться к вам на прием? Да, прием у меня открытый. Любой может прийти в правительство и я приму. И здесь уже, будучи неделю, главой Валентин Олегович слукавил. Просто так на прием вы не попадете. Дальше турникета в правительстве вас не пустят. Это подтверждают бухгалтеры межведомственного центра, которые бились против сокращения своей зарплаты и просили о личной встрече. Мы коллегиально хотим прийти. Но не будем, конечно, там все 80 человек, которые подписались уже. Два-три кандидата. Увы, но все ограничилось приемом письма на проходной. С бухгалтерами глава так и не встретился. Хоть и обещал. Обвинял Валентин Олегович на дебатах бывшего главу в непомерных тратах. Говорил о сокращении расходов правительства и на встречах с избирателями. Первые очередные меры, которые предлагаются, это сокращение структуры правительства, на чем я уже частично затронул, будь то представительство Санкт-Петербурга абсолютно ненужное, будь то оптимизация объединения некоторых министерств, аппарат от того же. Ни на одну единицу аппарат правительства Коновалов не сократил. Как было, например, в администрации главы 73 человека Узимина, так и осталось у Валентина Олеговича те же 73. Не уменьшатся и расходы на представительства в Москве, о котором бодро рапортовала Юлия Исмогилова после назначения. Расходы однозначно будут оптимизированы, сокращены. Конечно, такой русской роскоши не будет. Увы, но по штатному расписанию, как было в столичном полпредстве 23 человека, так и осталось 23. Более того, структура нашего правительства не то, что не сократилась, а выросла на 8 человек. 1395 работников. При Зимине численность правительства была 1387. Это, кстати, не предел, можно еще набрать 15 человек. Предельная численность работников правительства 1420 человек. Весь этот огромный штат Валентин Олегович обещал сформировать еще до Нового года. По факту назначения в правительстве идут до сих пор. Четвертый месяц, а полк Абмина работает с приставками ИО. До Нового года мы окончательно уже сформируем команду. Ну и решим, я думаю, вот горящие проблемы даже не до Нового года, а в ближайшие дни с отопительным сезоном связаны. Ну и бюджетно. Обещал глава республики и новые законы, например, о региональной ежемесячной доплате детям войны. Закон о детях войны хотелось бы узнать. Что именно? Ну, будет ли какая-то доплата, говорили, что КПРФ приступит к власти и сделает это все. Да, закон о детях войны, он у нас в приоритетах, и я думаю, что в ближайшее время мы его примем. Я не знаю, будет ли это до конца этого года или в начале следующего. Будем усматривать и изыскивать, поскольку это действительно было нашим программным предвыборным обещанием, и мы нацелены на его исполнение. Но приоритеты, видимо, за 100 дней у власти изменились. Никакого даже проекта закона о детях войны в Верховный Совет не поступало и на обсуждение президиума не выносилось. Кроме того, бюджет на 2019 год уже принят, и в нем деньги на эту доплату не заложены. А значит, в этом году, даже если спохватиться и начать писать закон сейчас, никаких республиканских выплат детям войны не будет. Мне в голову приходит обещание покончить с госдолгом, и тут двоякая информация. Вот с одной стороны, в бюджет заложены почти, в проект бюджета, почти 5 миллиардов коммерческих кредитов, и это не красит новая власть. Выходит, нас обманули. С другой стороны, есть заявление первого зама о том, что правительство гасит госдолг. И вот к этой теме мы еще вернемся. А сейчас покажем, что думает по поводу обещаний Коновалова Абаканцы. Выполнение каких обещаний ждете от губернатора? Никаких, он не может ничего выполнить. Почему вы так думаете? Ну, потому что он разговаривать не умеет. Обещания его должны идти в лучшую сторону, чтобы люди, наконец-то, уже жили нормально. А вы помните какие-нибудь обещания? Честно, нет. Прям запомнилось, что там будет бороться с коррупцией и так далее. Не вижу борьбы с коррупцией. И сомневаюсь, что при текущем экономическом и политическом режиме вообще возможно какая-то борьба с какой-то коррупцией. Конечно, конечно. Процент снижения по ипотеке или какая-нибудь такая программа, которая могла бы снизить ипотечные выплаты молодым. Ну, улучшение вообще-то в сфере социальной поддержки, чтобы было. Пенсионерам было, чтобы хорошо. Ну и зарплату немножко, чтобы подняли. Ну, это дайте ему время. Он только заступил кого-то. Три месяца прошло. Дайте ему время, чтобы он наладил это свое. А за три месяца ничего не сделаешь. Наверное, чтобы Русал стал платить налоги в Акасию. И чтобы у нас как можно больше увеличился бюджет. Я не знаю, какие он обещания давал, чтобы ответить на ваши вопросы. Вы голосовали за него? Нет, я не голосую. Такая позиция у вас? Нет, просто я, видимо, проспал. Ожидаем выполнения всех его обещаний. Не зря же за него я голосовала все-таки. Я лично не верю ему. Не верите? Нет, 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 даже он не сможет. Или его сбивают с пути правильного. Или он сам еще недопонимает. Ну, очень жаль. Я лично его только жалею. Между тем, первый экспромтный отчет о финансовых успехах нового правительства прессе на этой неделе представил первый замглавы Андрея Сачаков. Цифры он озвучил весомые, и мы их проверили. Вот что получилось. На 1 ноября 2018 года республика Хакасия имел государственный долг 24,6 миллиарда рублей. 1 января текущего года государственный долг республики Хакасия составил 21,8 миллиарда. То есть минус 2,7 миллиарда за два месяца. То есть не за два, а даже за месяц. Факты показывают несколько иную картину. На 1 ноября госдолг Хакасии составлял вовсе не 24,6, а 23,8 миллиарда. Вернуть по обязательствам правительству оставалось 2 миллиарда, которые Минфин России еще в октябре дал временному главе Михаилу Развожаеву. До передачи дел Валентину Коновалову в Рио эти деньги уже изыскал и даже отправил все документы в Москву. Об этом он сообщал в своем инстаграме в последний день работы в Хакасии. Но, по версии Андрея Сачакова, это заслуга нового правительства. Многие, конечно, еще не подозревают, в каких условиях мы работали с 23 ноября по 14 декабря. И отсюда говорят, что там они сделали такого. А 23 ноября мы полностью в день в день вернули имеющиеся обязательства, которые имелись в Развожае перед казначейством. А 14 декабря нам удалось получить 1,2 миллиарда дотаций со стороны Российской Федерации. Действительно, без этих дотаций республиканские бюджетники вряд ли получили бы зарплаты к Новому году. Но факт в том, что получить эти деньги удалось не новому правительству, а все тому же Михаилу Развожаеву. Об этом он тоже сообщал в соцсетях в конце ноября. Я выполнил то, что обещал сделать, завершая работу в Хакасии. Правительство России приняло распоряжение о выделении республики дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в размере 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Напомню, основанием для выделения помощи послужило мое обращение в Минфин России 13 ноября. Возврат долгов разным организациям за оказанные работы и услуги тоже повод для гордости, считает первый замглавы. Кредиторская задолженность была у нас 6,3 миллиарда. На 1 января текущего года кредиторская задолженность 3,3 миллиарда. То есть минус 3 миллиарда. Расчеты Минфина говорят о том, что на начало прошлого года кредиторская задолженность составляла почти 4,5 миллиарда. К ноябрю до прихода к власти Валентина Коновалова она выросла до 5,5 миллиардов. А к началу этого года сократилась на 1,373 миллиона. Эта сумма очень близка к той, что еще Развожаев направлял в районы на погашение кредиторки. Трехмиллиардной суммы, о которой заявляет Андрей Осачаков, в документах Минфина не видно. Но и с цифрами по энергодолгам с прошлогоднего февраля у первого зама тоже непонятные метаморфозы случились. Республиканский бюджет и бюджеты муниципальные должны были энергетикам на 246 миллионов за получение электроэнергии. Там очень сложные вопросы есть. На сегодняшний день задолженность бюджетным энергетикам составляет 43,5 миллиона. Энергетики возражают. К этим 43 миллионам Андрей Осачаков забыл прибавить старые огромные долги перед закрывшимся Хакас-энергосбытом. Их никто не отменял. Но перед журналистами замглавы об этих обязательствах почему-то не вспомнил. Дорожная полиция сегодня опять ищет пьяных. Остановить может кого угодно и где угодно объявили операцию по всей республике. Если трезвый, то и бояться нечего. Обещают долго не задерживать. Далее еще пять коротких новостей. В Хакасском госуниверситете появилась новая специальность. Операторы радиолокационной станции воздушно-космических войск. Такие навыки получат юноши очной формы обучения, которым до выпуска осталось не меньше двух лет. Спасатели Хакасии назвали опасные водоемы с непрочным льдом. Это старое русло реки Енисей, место впадения Ташибы в Калининский карьер и река Абакан. Из-за скрытых промоин и пустот подо льдом туда лучше не ходить. В субботу в парке Победы абаканцы отметят День защитника Отечества. Будут военно-армейские конкурсы, полевая кухня и казачий хор. Мэрия снесет взорвавшийся дом в Красноярске. Здание в районе Покровка, где рванул баллон с газом и погибли двое жильцов, построено незаконно. Совладельца дома арестовали. Пока на два месяца. Испанка насмерть отравилась грибами в ресторане, пишет Лента. По версии следствия, в сморчках остался токсичный яд – гидрозин. После инцидента мишленовский ресторан закрыли. Пожарные выяснили, кто из них самый быстрый и выносливый. Покажем, как соревнуются спасатели. Соревнования сегодня и у юных инженеров. Даже два состязания, но в одном месте. Дети собирали самых необычных роботов и машину, которая делает жизнь не проще, а сложнее. В детском технопарке сегодня два соревнования по робототехнике. Первые – инженерные кадры России. В Хакасии они проходят третий год. Это региональный отборочный этап по робототехнике. Здесь дети собирают робота и программируют его на разные действия. Соревнуются командами, четыре номинации. Абсолютный чемпион поедет на всероссийские соревнования в Москву. Вторые состязания – республиканский финал по Хакатону. По Хакатону. Они у нас впервые. Принять участие в них приехали восемь команд Хакасии. Здесь задача у юных инженеров при помощи веревок, болтов и других предметов – собрать машину Голдберга. Победит самая оригинальная. Машина Голдберга – это максимально сложный механизм, который выполняет очень простое действие. То есть, грубо говоря, шарик катится, толкает другой шарик и задействует какой-то механизм, какое-то колесо крутится, что-то поднимается, опускается. То есть, в итоге этих сложных манипуляций должно произойти какое-то простое действие. То есть, подняться флажок, что-то куда-то там выстрелить. Соревнования для настоящих мужчин. Так можно сказать о сегодняшнем забеге спасателей по лестницам одного из самых высоких домов в Абакане. Ведь такая выносливость далеко не каждому по силам. На старт! Внимание! Марш! Бежать надо на 17 этаж, при этом еще тащить на себе почти 40 килограммов снаряжения. Боевая одежда вместе с дыхательным аппаратом пожарного весит 20 килограммов. Еще почти столько же другое необходимое снаряжение при пожаре. Сегодня это были скрутки из пожарных рукавов. Соревнования вертикали – это испытания для спасателей. В случае пожара пользоваться лифтами нельзя. В крупных городах, где высотки в 50 этажей, такие соревнования – обыденность. У нас, где максимум пока 17, они прошли во второй раз. Бегали по лестницам сегодня самые выносливые пожарные не только из столицы, но и из Саяногорска. В командном зачете лучшими стали абаканские пожарные. Все отлично. Даже есть силы вставать? Даже есть силы вставать. Потому что занимаюсь мимо своей профессиональной деятельности спортом каждый день. Хакасский университет завтра подпишет с Российским институтом театрального искусства соглашение. Это даст нашим ребятам возможность общаться с лучшими педагогами России. Об этом, кстати, мечтают многие, кто хочет попасть на сцену. У студентов ХГУ начнутся мастер-классы, онлайн-лекции. И первая такая лекция пройдет в понедельник. Она будет живая, так как на подписание соглашения вместе с ректором приедут и преподаватели ГИТИСа. Наши студенты МОСКОЛЕДЖа и Института искусств узнают о современной драматургии для молодежи и о том, как работают любительские театры от Александра Вислова. Он не только преподает в ГИТИСе, но и является театральным критиком. Какие еще в рамках соглашения студентов ХГУ ждут новинки, пока университет не рассказывает, программа еще обсуждается. Ровно неделю до весны, а значит теплые вещи пора убирать подальше. Сегодня переодеваем детей выгодно вместе с дельными вещами. Весенний ассортимент занял полки магазинов. Футболки, рубашки, брюки, джинсы – все это нужно ребенку в новом сезоне. Но для начала позаботимся о верхней одежде. Если рассматривать ассортимент семейного гипермаркета, то для малышей здесь есть комбинезоны-трансформеры на вырост, для мальчишек постарше – комбинезоны и костюмы с машинками, для девочек – милые с котиками. Можно и куртку или парку на весну купить. Сегодня на все низкие цены, а на верхнюю одежду в большом магазине можно найти и скидку в полцены. 50% скидки при покупке верхней детской одежды семейный гипермаркет выдает товар. И поверьте, это действительно удобно. Например, если вы купите вот такую куртку для девочки, то можете взять на 730 рублей ботинки и шапку. А для мальчиков можно выбрать в подарок, например, вот такую машинку. На скидку можно выбрать любой товар. Кстати, если покупать отдельно обувь, то ее стоимость также удивит. Выгодные цены семейный гипермаркет предлагает на сапоги, ботинки и кроссовки для мальчиков и девочек. Большой ассортимент также шапок на весну. Гипермаркет «Ладошки» предлагает акцию. При покупке верхней детской одежды вы получаете скидку 50%. На сумму скидки выбирайте любой товар. Трикотаж, свитеры, джинсы, ботинки, кроссовки, шапки, игрушки и не только. Гипермаркет «Ладошки», улица Итыгина, 17Б. Мужчины хотят получить в День защитника Отечества гаджеты, часы или машину. Но дарить женщины будут одежду, обувь, средства по уходу за телом и подарочные сертификаты. А еще носки. Пишет РИА Новости. На подарок дамы в среднем запланировали 1000 рублей. О погоде в последние выходные и зимы расскажу после информации от генерального спонсора прогноза. Это магазин «Абаканский трикотаж». Настраивайтесь на яркую весну с одеждой от магазина «Абаканский трикотаж». Сочные цвета, красивые принты, нарядные и удобные платья для хозяйки, брутальные домашние мужские образы, ночные сорочки для маленьких модниц, ползунки и боди, пижамы, футболки и кофточки, лосины и майки, а также спортивные костюмы. В одежде из стопроцентного хлопка, мягко и комфортно даже младенцам. Выбирайте подарки в наших фирменных магазинах в Абакане, Черногорске, Минусинске, в Шушенском и Сейногорске. Сейношушенский заповедник Всемирному дню кошек, его отмечают 1 марта, предлагает поучаствовать во флешмобе в защиту манулов. Нужно записать короткое видео-селфи, не больше 20 секунд, с поздравлением любимого представителя семейства диких кошачьих. Кроме приятных слов котам, нужно рассказать, что делать, чтобы сохранить редких кошек. Подробности ищите на сайте заповедника, а сейчас о погоде на выходные. В субботу ночью минус 10, днём плюс 1, ветер 4 метра в секунду с порывами до 8, в воскресенье прохладнее, 11 мороза ночью, а днём минус 4, слабый ветер. Спонсор прогноза погоды – Банк Восточный. Год новый, а планы старые. Доделать ремонт, поменять мебель и гардероб обновить к весне. Кредит в Банке Восточный. До миллиона на ваши планы по ставке 9,9%. Чтобы успеть больше в новом году. Ну, ДБН и в прямом эфире. Смотрите в Одноклассниках, во Вконтакте и на YouTube. Пишите нам в WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8, 923-020-77-00. Присылайте фото и видео. Или звоните в редакцию 222-700. На этом у меня всё. Хороших выходных. Защитников Отечества с наступающим праздником и до встречи. Абакан. ДК железнодорожников. Настоящий ценопад в салоне обуви «Роскошь». Невероятные скидки до 50% на весь ассортимент. Ждём вас за покупками на Чертыгашево 102. Минус 25?